Здравствуйте! В эфире новости день за днём. В студии работает Олег Соловьёв. О событиях, которые мы не смогли обойти стороной, смотрите прямо сейчас. Всем людям добра, здоровья и процветания в этой жизни. Пусть будет мир над головой, самое главное в жизни. Мир трудмай в Десногорске отмечает. В городе прошёл праздник весны и труда. Хороший день, хорошее настроение, поэтому рекомендую всем. Православные христиане отметили Красную Горку. Отчётный концепт хореографического коллектива Каприз. Переходим к темам выпуска. На 1-ю майскую демонстрацию в Смоленске вышли тысячи смолян. По звуке барабанов и речёвке активистов праздничная колонна под лозунгом «За достойную работу, зарплату и жизнь» прошла по центральным улицам города. В многотысячной колонии бок о бок прошли представители профсоюзов, политических партий, ветераны, студенты и школьники. Участниками демонстрации в Смоленске стали около 10 тысяч жителей. Были проведены более 20 массовых мероприятий. Для большинства из присутствующих этот праздник связан с тёплыми детскими воспоминаниями. А молодое поколение воспринимает его как весеннюю традицию и не знают, какие события предшествовали этой дате. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. 1 мая на городской эстраде в Десногорске состоялся праздничный концерт. Искромётная ведущая, многочисленные выступления коллективов художественной самодеятельности и праздничная атмосфера – всё это ждало десногорцев в этот день. С самого утра в городе началась праздничная развлекательная программа. Десногорцы с хорошим настроением пришли на мероприятие. Для детей были организованы весёлые конкурсы и викторины. Началось всё с утренней зарядки. Размявшись как следует, ребята разделились на две команды – сочный шашлычок и трудяги. Они состязались в прыжках на мячах с змейкой, бегали со скакалками и прыгали на мячах до конуса. Весело и шумно прошла детская развлекательная программа. И несмотря на то, что активность горожан в этот день была ниже средней, и праздник посетило не так много жителей и гостей, но те, кто пришли, бесспорно остались довольны. Своим хорошим настроением даже дети спешили поделиться со всеми. Сегодня праздник. Всем с праздником. День труда. Будьте здоровы, всё хорошо. Чтоб у вас было всё хорошо в жизни. С праздником вас. Далее перед зрителями выступили коллективы художественной самодеятельности. Открывал концертную программу обворожительный Степан Ершов. Песней «Будет светло». Красивый небосвод, всё небо синее. Два самолёта мне лететь назад. Будет светло и будет тепло. Также известные многим песни исполнили Олеся Ревягина, Александра Киселёва, Анастасия Короткова, Андрей Дедков и Дарья Атаманова. После выступления артистов все десногорцы поздравили друг друга ещё раз праздником и пожелали всем здоровья. Чтобы у всех было здоровье, счастье, успехи. И сказать, что мир, труд, май – это наш настоящий праздник советский, уже нынешний российский. На этой позитивной ноте завершился прекрасный солнечный первомайский день. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Розганова, Десна ТВ. Президент России Владимир Путин подписал закон о независимом российском интернете. Согласно распоряжению, будет создана дублирующая инфраструктура, которая будет устойчива к внешним угрозам. Для этих целей с бюджета выделят около 30 миллиардов рублей. Изоляция интернета в России – это ответная мера на американскую стратегию национальной кибербезопасности. Таким образом, наша страна будет защищена от возможной кибератаки со стороны других государств. Закон вступит в силу с ноября 2019 года. Критики говорят, что это приведет к тотальной цензуре в интернете, а также сеть станет медленнее и дороже. Россия постепенно снижает расходы на оборонный бюджет. В прошлом году эти траты составили около 61,5 миллиарда долларов, что на 3,5% меньше, чем в 2017 году. Таким образом, Россия впервые за последние 13 лет опустилась в пятой строчке на шестое место по расходам на оборонку среди всех стран. Тратами на военную мощь нас опережают США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Отмечается, что многие страны используют заявление о якобы агрессивной политике Москвы для обоснований огромных расходов на содержание своих армий. В воскресенье 5 мая православные отметили Красную Горку. Праздник известен также, как и Антипасха. Название ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, а наоборот, это обращение к прошедшему неделю назад празднику. Подробности в сюжете. Красная Горка – это древнеславянский праздник, который посвящен Богу Солнца Ярилу, а также грядущему лету. Позднее церковь привязала этот день к первому воскресенью после празднования Пасхи. Но многие традиции сохранились еще с язычества. Красная Горка – праздник, в котором тесно переплились языческие и христианские традиции. У праздника нет постоянной даты. Его отмечают в первое воскресенье после Пасхи. В храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей утром прошла божественная литургия. Ее возглавил его пресс-священство Милетий, епископ Рословльский и Десногорский. После крестного хода праздник продолжили отмечать согласно традиции – ярмаркой, гуляниями, играми и песнями. Здесь и чай, который собирали прошлым летом. Здесь и такие мешочки специальные для просвора и детские, для шоколада. Мыло – натуральные ингредиенты. Здесь все натуральное. А здесь добавлено вот тут лимончик тоже. Видите? А запах даже пахнет, да? Натуральным пахнет. Можете понюхать. Да, запах есть. Да, запах. Все натурально. Абсолютно нет ничего искусственного. Это попытка воссоздать примерный образ, как мог выглядеть воин средневековья. А что сегодня за программа? Ну, сегодня мы для ребят делаем что-то такое развлекательное, увлекательное. Хорошо провести время, не уезжая из города, удалось многим горожанам. Территорию храма посетили сотни дисмогорцев. Первое, я хотел посмотреть на фестиваль, побыть в храме, побыть с людьми. И вообще, это у меня хороший день, хорошее настроение. Поэтому рекомендую всем. Продолжилось мероприятие приветственным словом официальных лиц и выступлением городских творческих коллективов. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Назганова, Десна ТВ. О новых правилах расчета налога на имущество рассказали в налоговой службе по Смоленской области. Так, к 20 метрам квартиры, которые не облагаются налогом, добавят еще 15. Также будет уменьшен налог на 6 соток земли, которые были оценены по кадастровой стоимости. Изменения касаются семей с тремя и более несовершеннолетними детьми и призваны усовершенствовать правила налогообложения. При этом льгота будет предоставляться автоматически. Подавать заявление в налоговые органы не нужно. 3 апреля в Десногорске прошел отчетный концерт хореографического коллектива «Каприз». Танцовщицы перенесли зрителей в загадочный мир Древней Азии, показав красивую и волнующую историю любви. Побывала на их выступлении и наша съемочная группа. По сюжету истории маленькую девочку Чио из бедной рыбацкой семьи продали в дом Гейш. Так бедная семья хотела обеспечить ей хорошее будущее. Но в этом доме девочку ожидало разочарование и многочисленные интриги более опытных учениц. И вот однажды Чио забирает к себе добрая женщина и исполняет мечту девочки, делая из нее настоящую Гейшу. Она влюбляется и казалось, что жизнь юной Чио должна измениться, но в ход истории вмешивается война. Трудное и изящное искусство любви из мемуаров Гейши воспитанницы коллектива «Каприз» и «Форсаж» исполнили блестяще. Они смогли передать уникальную культуру и нравы японского народа, который смог пережить войну, не пасть духом и возродиться. Выступление ребят, как всегда, было на высоте. Браво «Каприз»! Несколько лет уже я говорю это со сцены и надеюсь буду повторять это не один год, потому что все вы замечательные, все вы талантливые. Японскую классику «Мемуары Гейши» в качестве постановки спектакля для образцового хореографического коллектива «Каприз» выбрала балетмейстер Светлана Смирнова. На сцене в день танца уже была показана русская классика, поэтому на этот раз зритель смог прикоснуться к загадочному миру Азии. После спектакля ребят ждала заслуженная награда – дипломы и плюшевые мишки тем девочкам, которые в марте ездили в Смоленск на финал конкурса, представлять свой хореографический коллектив. Подарки вручали Светлана Смирнова и заместитель секретаря Десногорского местного отделения Всероссийско-политической партии «Единая Россия». Красиво и впечатляюще. Я думаю, что все мы получили огромное удовольствие от увиденного спектакля. Также в этот день коллектив проводил своих выпускников – Екатерину Шубинец, Анну Виллицеву, Софью Голубеву, Елизавету Илюшину. Девочек поощрили грамотами Центра культуры и молодежной политики. Не забыли про выпускников другого коллектива – хип-хоп-студии «Форсаж» Даниила Тычеловского и Артема Комарова. Ребята также в этот день выступали на сцене и принимали активное участие в спектакле. Благодарственное письмо вручили Леониду Волкову за активное участие в спектакле и проявление профессионализма. Так завершился прекрасный день танца – улыбками, цветами, подарками и бурными аплодисментами. Депрессия и нулевая производительность труда поможет россиянам работать меньше. В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время в надежде поднять эффективность работы и без того уставших от холодов граждан. Производительность труда в России втрое ниже, чем в Европе. А в общем рейтинге всех стран по этому критерию Россия занимает 34 место, проигрывая Чили и Польше. Президент России неоднократно ставил задачу повысить производительность труда в нашей стране. Согласно майским указам 2018 года, это направление стало одним из нацпроектов, которые курирует Минэкономразвитие. И о погоде. 7 мая в Десногорске гроза. Температура днем составит до 19 градусов тепла, а ночью около 7 со знаком плюс. На сегодня это все новости. Еще больше интересного на нашем сайте desnadofistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбук и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok